Ну что же, все гадали-гадали, отчего вода в Олимпийском бассейне позеленела. Ну, наконец, организаторы признали, что виновата во всем перекись водорода. Реагент используют для чистки бассейна, но не в сочетании с хлоркой, а она уже была в водоеме и нейтрализовалась из-за перекиси. Поэтому-то в бассейне и распространились водоросли. В минувший вторник британский прыгун в воду Томас Дейли разместил на своей странице в Твиттере фотографию. На ней видна зеленая вода бассейна. Тогда организаторы не смогли назвать причину изменения цвета, но заверили, что для спортсменов она не опасна. Ну и необычный цвет бассейна не мог не вызвать ряд шуточек. Так вот американский водолаз Дэвид Буддея поинтересовался, не праздновали ли организаторы Олимпиады День Святого Патрика. Не остались в стороне и интернет-пользователи, естественно. Они создали целую серию мемов. Были те, кто предложил пловцам одолжить водоем у Шрека. Как устроен бассейн для олимпийских звезд и что же с ним произошло, выяснила моя коллега Татьяна Конохоевич. Схема подачи воды в бассейне в принципе одинаковая. Из природного водоема она поступает в технический резервуар. Оттуда вода проходит через систему фильтров, где ее очищают, как правило, сначала песком, затем ультрафиолетом и озоном. И только тогда вода заполняет бассейн. Но и это еще не все. Полностью очистить воду невозможно. Уж слишком капризная она субстанция. В ней моментально начинают размножаться микроорганизмы, поэтому уже в саму чашу добавляют химические реагенты. Как правило, это хлор. Пока ничего лучше для очистки воды еще не придумали. Вода в системе постоянно ходит по кругу. И таким образом в сутки она успевает пройти через все фильтры по 3-4 раза. На каком из этих этапов мог произойти сбой в системе Акватик Центра? Организаторы соревнований как-то неохотно комментируют сложившуюся ситуацию. Между тем эксперты назвали несколько версий произошедшего. Сбой в работе фильтров одна из основных. Итак, как выглядят те самые фильтры? Это вот такая бочка высотой почти 3 метра и диаметром 2 метра, заполненная песком. На большой бассейн требуется 3-4 таких резервуара, через которые вода проходит так называемую первичную очистку. Понятно, что песок со временем вымывается или выдувается насосом, поэтому его необходимо досыпать в бочке раз в год. Важно также следить, чтобы песок не забил форсунки. Если это произошло, то как раз круговорот воды в бассейне останавливается. Она застаивается и в бассейне начинают размножаться микроорганизмы, в частности водоросли. Вот они как раз и придоньют зеленоватый оттенок в воде. Кстати, каждые 5-10 лет все основное оборудование бассейна должны полностью менять на новое. А я напомню, что акватик-центр в Рио был построен 12 лет назад. И вполне вероятно, что в бассейне работают фильтры, насосы, ультрафиолетовые установки. Все еще с тех времен. По словам экспертов, чтобы вернуть бассейнам кристальную прозрачность, требуется шоковое хлорирование. Но эта процедура занимает минимум 3 дня. Столько времени в плотном олимпийском графике не нашлось. Однако уже в пятницу на своей странице в Твиттере бронзовый призер Олимпиады в Рио по прыжкам в воду Том Дейли сообщил, что акватик-центр все же закрыли. Надеюсь, это не означает, что мы погружались во что-то очень плохое последние пару дней, написал спортсмен. Кстати, Твиттер пловца буквально наводнен картинками на эту тему. Но закрытым акватик-центр был недолго. После экспертизы зеленой воды в Рио соревнования возобновили. Так что опасения Тома Дейли были напрасны.